Эй, а теперь вам нужно выяснить, кто убить самая зона. Суд обязательно для всех и всем похуй, что вы чувствуете. Значит, чтобы выжить, мы должны доказать вину на Эгги, верно? Вау, ну если ты думаешь, что это он убит, то дерзай, бро. Только помни, что если вы выберете не того, то настоящий виновник вам сделает секирбашка. Может даже буквально. Если бы мы рискнули выбрать, то это должен быть этот трусливый белый мерзавец. Но я японец. Хватит крушить мои аргументы фактами. Но как я мог убить мою зону? Я единственный среди нас, кто мог её вынести. Протестую! Чего? Может мне нравится его словах, мистер Хагакура? Да нет, не то чтобы, я просто всегда хотел это сказать. Опа-па-па, ну в таком случае следует наказание. Погодите, наказание... А-а-а, господи! Похоже, это будет весело. О, да. Ладно, давайте слегка покрутим эту хрень. Вау, такое ощущение, что она крутится вокруг меня. Одноклассники, давайте беспристрастно обсудим все возможные варианты. Чего? Нет, чувак, давай свалимся на на Эгги. Да, этот парень, значит, что-то скрывает. Чего ты несёшь? Я ничего не скрываю. Ты самый подозрительный, все факты указывают на тебя. Это потому, что он так сказал. Говорю же, давайте просто казним его. Да! Окей, вы уже закончили прикидываться полными идиотами. Попрошу прощения. В самом деле, кто-нибудь из вас вообще уделил внимание этому случаю? На Эгги не виновен. А, но моя зона была в его комнате. Они поменялись комнатами на ночь, правильно, На Эгги? А, правильно. Но что-то это со сломанной дверью. На Эгги знал, что она не заперта. Он не стал бы её ломать. Но он... У него нет мотива убивать её. Он однозначно мог. Это невозможно. Окей, тогда... Нет, заткнись. Отлично, рада, что мы смогли прийти к согласию. Вау, Киригири, ты реально хорошо разбираешься в детективной херне? Возможно. Если бы я гадал, я бы сказал, что Ишимару заводят эти дебаты. Чё? Должен заметить, что я готов с вами согласиться. Но обсуждение чего-либо возбужденного состояния не приветствуется в школьном обществе. Я всегда знал, что в тебе есть что-то странное, парень. Это всё, конечно, хорошо, но теперь нам не на кого бочку катить. Да, если На Эгги не убийца, то какой хрен им может быть? Если бы вы, ребята, не решили просто свалить всё на меня, то мы бы не оказались в этой неразберихе. Это не неразбериха, На Эгги. Всё достаточно прозрачно на самом деле. Чё? Ты внимательно осматривал место преступления. Да, но это прикрутили во время монтажа, так что... Если бы ты делала так, как следует, ты бы нашёл это. Чё? В ночь убийства Майзона позвала кого-то в комнату На Эгги на, цитирую, сугойный чаёк. Она что? В моей комнате? Херово быть тобой, чувак. Блядь, господи, Иисусе, срать, господи. Я считаю, что это была попытка Майзона завлечь человека туда в надежде убить его. Шмело. Никогда бы не подумала, что она воинского типа. Не, ребят, что-то тут не складывается. Эту атаку никогда бы никого не убило. Ты ошибаешься! Эй, чё за хрень, чувак? Ты застрел мои слова прямо у моего рта? Извини. Но Авата, ты не помнишь? Монакуму пообещала голые фотографии убийцы. Это значит, что у него будет достаточно веский повод пойти на это, чтобы скрыть те вещи. Да, это точно. Эй, Мон, чувак, с чё с этими фотками? А? А? Да, кто выиграет суд, получит фоточки. Ну, узнаете. Вы ещё очень должны найти виновника. Да, но чтобы то не стало продолжать дебаты. Пожалуйста. Но погодите. Судя по сказанному, в письме не значит ли, что убийца должен быть парень? Не обязательно. Но кого она могла позвать? А, здесь я должен думать, как Майзона. Извини уж, но это должен быть мужчина. Только мужчина способна на что-то столь ужасное. Да, мужчина действительно очень страшный, да? Хм, конечно, я попробую убить парня Дэсу. Суми ма сын, глупые баки. Только один из вас, обездоленный бездельники, мог сделать это. Пидор, ты чё ты сказал про пончики? Думаю, Майзона Хи могла бы выбрать самого влюблённого нингена для своей чабана жертвы Дэс. Слушай, чувак, мы не можем назвать убийцу. Улик не осталось. Никаких. Нани? Сори, вачагай, йоу! Ауч! Чё ты сказал? То есть, ты ошибаешься, Кувата? На самом деле, есть одна очень важная улика, на которую мы до сих пор не обращали внимания. Предсмертное послание Майзону. Бля, чё? Оу, кто-то наконец-то вспомнил про него спустя время. Предсмертное послание? Я не помню ничего подобного. Я смотрел место преступления. Но, мистер Авада, когда я пришла, вы спали. Спал? Я не помню ничего такого. Я точно не спал. Мы можем отметить его право на голос этого момента. Плевое дело, за это Авада должен понести наказание. Наказание? Ай, блядь, почему я? Господи! Так вот, если взглянуть на сообщение, написанное Майзону своей же кровью, что вы видите? Оно может означать что угодно. Вашмашнете, что-то милее. Окей, ну взгляните на это. Вот, нужно просто повернуть и... Вот, да-да. Как я не увидел этого раньше? Справедливо заметить, что мы все здесь японцы. Куата, твое имя Леон, правильно? Не-не, с чего ты взял-то? Все складывается как нельзя лучше. Саяка Майзона выбрала наиболее уязвимую жертву из возможных акций для убийства. Профессионального атлета в несколько раз сильнее ее. Ч-ч-чуваки, это абсолютная Би-Эс, в этом нет логики. Это не совсем бред, Куата. Неги, разъясни всем. Верно. Теперь я понял. Все сходится воедино. После того, как ее атакова приглашен на ее человек, Майзона отступила в ванную. Убийца, будучи подозрительно серым и голым, ломился и ударил ее ножом, но был слишком туп, чтобы осознать, что она пишет его ущербными имя собственной кровью. Потому он избавился от улик единственным известным ему способом, выкинув шмотки в мусоросжигатель. Но, разумеется, пока он уходил прочь и разгуливал как идиот, он оставил за собой кусок футболки. Только один человек мог так непрежно потрудиться над сокрытием своего преступления. Леон Кувата. Ты та задница, кто сделал это! Так вот, у тебя есть возражения? Возражения? Какие хуя возражения, чувак? Сначала вы все меня перебивали, и теперь вы обвиняете меня, типа я это сделал? Серьезно? Да, эти крикки действительно убеждают нас в обратном. Продолжай, парень. Ты не сможешь ничего доказать! Мудак, 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 мудак! Что он вообще говорит? Кажется, он сломался. Это фейк! Стала бы Майзона подпускать к себе Леона Куна? О-о-о-о-о-го-го-го-го-го-го-го! Туста нет вежливо обращаться со своим убийцей, Кувата! О-го-го-го-го-го! Это атаковала иванутая нахуй! Может она так писала твое имя? Ну да, этот аргумент вообще бесценен. Тебе нужны реальные доказательства? Уебак! Хары ломаться, ты это сделал! Нет, ничего, чтобы она меня указывала! Какие доказательства в твою пользу? Ты заебал уже, хуй, Моржовый! Рад это слышать! Я звезда! Я никогда не был в той комнате, и ты не можешь доказать обратное! Однозначно могу! Ты, ебать, стой! Леон, как и у старшеклассника звезды бейсбола, у тебя есть фанаты. И эти фанаты одержимы даже мельчайшими деталями о тебе. Моя зона, должно быть, слышала много слухов о тебе, и поэтому пойнула твой особенный пирсинг в приглашении. Она хотела видеть твоего принца Альберта, так что если ты ничего не скрываешь, то спускай штаны и докажи это! Слышал его? Давай проверим, или ты лучше сознаешься здесь и сейчас. Я... Я... Я всего лишь хотел её впечатлить! Да, это всё объясняют. Господи, это заседание заставляет меня, что не трясись от страха! Монакума, это действительно Бокувата, не так ли? Ехоу, да вы, ублюдки, выяснили, кто был абсолютно неочевидным убийцей, и это делает вас еванутыми гениями. Леон, какого хера чел? Я у меня никогда не был, чувак. Я думал, что это был мой шанс, но она отказала. Не, и тогда... Тогда... Убирайся от меня, ты, большая сосиска! Никто не называл меня сосиской! А теперь утром мы отведаем жаркое сосисками, огонь для которого я подготовлю сама. Так Монакума обойдётся с тобой. Условный переход. Давайте же начнём нашу казнь! Чё? Да ладно, вы не можете меня просто так убить. Разве вы не знаете мою предысторию, ну там, мою запару с бейсболом, мои мечты, стать рок-гвездой? Ну же, ребят! Так и открою тебе маленький секрет. Всем просто насрать! Просто постой смирно, бро, я всё-таки пожелаю тебе всего наилучшего в твоих будущих потуках и ожиданиях. Погодите, со мной что-то не так. Или всё выглядит по-другому? Ай! Дамы и господа, позвольте представить вам одно из первых ироничных наказаний. Да вы стебётесь надо мной. Эй, друг. Так, я вам бью кое-что в тебя. Ты сукин! Эй, ну ты же должен любить мечи. Какого хера? Почему мы вообще смотрим на этот ужас? Боюсь, что у нас совсем не осталось времени. Спокойной ночи всем. Это было весело. О, да. О, господи, это было прекрасно. Какие вздохи, какие крики. Тоша Логвинов оценил. Десяти из десяти. Просто десяти из десяти. Боже. И да, я сдернал своё слово. Я оставил тебе фотки в ваших комнатах, так что приготовьтесь увидеть, как выглядит моя зона под одеждой. Ненавижу этого ёбаного медведя. Продолжение следует. Озвучил гриверную 7. Перевод сделал кок. И отдельное спасибо хочется сказать Сеогрину и Нариме Тян за помощь. Спасибо, ребят. Ну, а если тебе понравился этот видеоролик, то не забудь подписаться, ведь это мотивирует делать их дальше. А теперь жми на кнопку, я сказал, быстрее жми её, она ж скоро пропадёт. Ну, что ж ты за ирод-то такой, господи Иисусы.